Катится Колобок по тропинке и плачет. Заяц его спрашивает, чего плачешь? Колобок объясняет, в лыжную секцию не принимают, а в футбольную сам не хочу. Приходит домой поздно и говорит жене, Сара, я не могу спать, я не могу есть, я не могу жить, я сегодня был у Изи, я не могу жить, у Изи золотой унитаз. И говорит так ей всю ночь. На утро Сара не выдерживает и идет к Изи. Дверь открывает жена Изи. Сара спрашивает. Простите, но мне мой муж сказал, что у вас таки совершенно золотой унитаз. Он не может жить, я тоже не могу жить, наши дети не могут жить уже давно, у вас есть золотой унитаз, можно я на него таки подлежу? Жена Изи оборачивается и кричит вглубь квартиры. Иди, иди скорее сюда, это пришла жена того идиота, который тебе вчера наделал в саксофон. Встретились два еврея в парке, первый спрашивает. Слушай, ты не знаешь, почему у евреев такие большие носы? Второй подумал и отвечает. Потому что воздух бесплатный. Мужик приходит к врачу, тот его обследует, потом выдает мужику три упаковки таблеток. Вот эти, синие, съедайте по одной перед завтраком и запивайте как можно большим количеством воды. Зеленую таблетку принимайте перед обедом и тоже запивайте большим количеством воды. Одну красную принимайте перед ужином и опять запивайте большим количеством воды. Мужик в шоке спрашивает. Доктор, у меня что-то серьезное? Доктор успокаивает. У вас обезвоживание организма. Муж с женой сидят на кухне. Муж посмотрел на жену и говорит. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вспоминаю нашу первую ночь. Жена светясь от счастья. И что, любимый? Муж продолжает. И все. Больше вспоминать-то нечего. Буратино спрашивает у папы Карла. Папа, а как в жизни отличать друзей от врагов? Тот посмотрел на него и отвечает. Запомни, сынок. Враги будут дарить тебе спички, а друзья – огнетушитель. Купил дочке куклу, говорящую, ну типа поиграй со мной, покорми меня, спой мне песенку и так далее часа через два, крик мало из кухни. Да когда ж ты уже нажрешься? В доме отдыха мужчина познакомился с дамой. В первый вечер он погладил ей руку. Во второй – локоток. В третий день женщина разозлилась и кричит. Вы что думаете, я сюда на три месяца приехала? Встретились два друга и первый говорит. Представляешь, вчера, отправляясь на охоту, я забыл взять с собой ружье. Второй уточняет. Это неприятно. И когда ты об этом вспомнил? Первый продолжает. К сожалению, только тогда, когда принес жене убитого зайца. Редактор субтитров А.Семкин